Итак, сегодня я хочу проповедовать, сегодня есть слово, оно очень простое, повторюсь, оно очень простое, но его глубина, ее невозможно измерить, вы знаете, невозможно измерить ее на самом деле. Кто из вас знает, какая самая наиболее известная глубина на сегодняшний день земной коры или земли, которая известна людям, кто знает, глубина? Около 13 километров, 12 с чем-то, около 13 километров. Это то, что мы примерно понимаем о земле. Кто из вас понимает, что глубже этих 13 километров еще есть что-то? Кто-то скажет, конечно есть, там Австралия есть, да? С другой стороны. Не, ну понятно, однажды можем и в Австралию попасть, но Библия говорит нам, что бездна, премудрости и откровения Слово Божье. Сегодня я бы хотел, чтобы мы погрузились с вами в это Слово Божье, но давайте попробую сформулировать, господи. Хорошо хоть на русском пока еще, я имею в виду, что формулировать получается. Так вот, хочу вам сказать, друзья, настолько глубоко вот то, о чем мы сегодня говорим, если вдруг мы с вами это осознаем, вот как-то поймем, поверьте, у вас жизнь в принципе вообще станет другая. Я очень верю в то, что это произойдет. Давайте помолимся и будем слышать Божье Слово. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты сегодня с нами, поклоняемся Тебе, любим Тебя, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Ты сегодня будь вместе с нами. Господь, дай нам разбирать это Слово, погружаться в это Слово, Господь, и наполняться Словом Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами откроем такое место из Писания. Послание Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Ефесянам 4, 13. Итак, доколе или пока, пока все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Вы понимаете, друзья, да, о том, что кто из вас понимает, что одна из причин разобщенности украинцев и одна из причин, по которой смогли раскачивать или раскачивали долгое время, например, я как пример привожу, внутреннюю политику нашей страны, это то, что Восток и Запад, это языки. Кто понимает, что эту карту разыгрывали достаточно долго? И знаете, Бог, если вы помните внимательно учение Христа, однажды Христос сказал, царство, разделившееся само в себе, не устоит. И, конечно же, когда речь заходит о Царстве Небесном, в Царстве Небесном, друзья, поверьте, малейшее, Бог там дает абсолютную свободу, но малейшая попытка вот так, вы помните, что произошло с Люцифером, мгновенно был свергнут с неба, там есть единство. И точно так же, когда Бог смотрит на землю и на общество людей, Он говорит, что Он ожидает, чтобы мы пришли в единство веры и познание Сына Божьего. Не познание правды, не познание того, как мы хотим, не познание чьей-то философии, а познание Сына Божьего. Это означает смотреть на этот мир так, как смотрел на Него Христос. Вы знаете, я обнаруживаю, что для многих верующих это уже становится такой, знаете, таким, да, 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 мы знаем, да, но послушай. Давай мы будем прогрессивными людьми. Я хочу вам сказать, самая прогрессивная философия, самое прогрессивное учение, самые прогрессивные взгляды на жизнь, это взгляды на жизнь Сына Божьего Иисуса Христа. Аминь. Знаете почему? Потому что Он ее создал. Он ее создал. То есть можно сказать, что мы можем придумывать все, что мы хотим. Мы можем придумывать, мы можем формулировать, мы можем, ну, я не знаю, угадывать, там, ну, представлять себе все, что мы хотим, все равно все будет таким, какое оно есть. Если, вот понимаете, это есть вода, вот она есть вода, да, формулу кто знает воды? H2O. Вы понимаете, друзья, что и через сто лет формула этой воды будет, кто-то скажет, нет, она будет H2O3, да, но это уже будет просто не вода. Вы понимаете, то, что создал Бог, Он создал его таким, каким Он его создал. И Он знает, и Он этого хочет. Но смотрите, какое условие к этому есть. К этому есть одно условие. Здесь написано, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Давайте я вам расскажу. Это не о физическом возрасте. Сразу предупреждаю вас, речь идет не о физическом возрасте. Потому что некоторые люди, я помню, мне было 33. И знаете, какие пожелания я слышал в 33 года? Хотя люди ошибаются, они, ну, немножечко, потому что на самом деле в 30 лет вообще-то надо слышать это. Но они в 33, ну ладно. О, возраст Христа. Слышали такое? В 33 все желают. Возраст Христа. Это самый лучший возраст. Как бы, а чем он лучший? Ну, вы знаете, вот такое у людей пожелание. Ну, мы же символисты, знаете, мы все символами меряем. 33 года. Никто же не знает, что в этот год он умер вообще-то. Да? Если мы уже говорим, друзья, в полноту возраста Христа, если вы о возрасте физическом, то вообще-то, знаете, что речь идет о 30 годах. Кто знает, почему 30 лет это важно такое было? Он начал свое служение. По иудейской традиции, друзья, служение, ну, мужчина может служить только тогда, когда ему 30 лет. Почему так? На то есть масса причин. Первая причина то, что к этому времени у человека появляется достаточно жизненного опыта. Знаете, чтобы он не давал рекомендации, как раввин, как служитель, как учитель, чтобы он не давал какие-то рекомендации. Знаете, такие, ну, странные, разные, всякие рекомендации. А ты пойди ему тоже спали сарай. Знаете, как в этот самый, в песочнице, когда дети играются, он забрал машинку. Что мне делать? Он говорит, пойди дай ему по голове. Он пошел, дал ему по голове. Ну, чтобы такого не было, знаете. Потому что, поэтому 30 лет это вот считалось такое, что как будто бы у человека уже есть какая-то мудрость, знания и так далее. Но, друзья, когда мы читаем вот эту в меру полного возраста Христова, я хочу, чтобы вы поняли, речь идет не о возрасте календарном. Вы понимаете? Не о календарном вообще возрасте. Поэтому мне честно, мне все равно сколько вам лет. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог ожидает от каждого из нас жизни в полную, в меру полного возраста Христова. Потому что это обеспечивает, друзья, единство веры и познание Сына Божьего. Так вот, тема сегодняшней проповеди звучит соответственно. Она звучит так. Живи в меру полного возраста Христова. Живи в меру полного возраста Христова. И, друзья, что я хочу сказать? Что означает полнота возраста Христова или полный возраст Христа? Что это означает? Это, друзья, самое наивысшее благословение, которое может иметь человек. Почему? Этим или прообразом полного возраста Христова является познание человеком. Не только познание, но и способность воплотить, притворить в себе истины, которые открыты нам о Боге. То есть, грубо говоря, можно сказать так, что это не только я знаю, как правильно поступать, но я и поступаю правильно, потому что я знаю. Вы знаете, что одним из самых больших вызовов человечества сегодня является следующее буквально. Мы все знаем, как правильно, но немногие поступают правильно. Кто знает, друзья, что на красный свет нельзя переходить дорогу? Поднимите руку. Есть такие? А кто переходит? Вот, понимаете, да? То есть, полный возраст Христа, друзья, это когда ты понимаешь, знаешь что-то и поступаешь соответственно. Знаете, полный возраст Христа, я бы сказал так, это когда человек понимает, что, слушай, сейчас подпрыгну, а потом неделю буду лежать с радикулитом, мне лучше прыгать не буду. Вот это примерно полный возраст Христа. В этот момент ты понимаешь, лучше не делать глупостей. Лучше таких глупостей не делать. Так вот, полный, мера полного возраста Христа, это самое большое благословение, которое может иметь только человек жизни. Я вам хочу сказать, это желание Бога. Давайте прочтем с вами Ефесянам, 3 глава, 16 стих. Ефесянам 3, 16. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Человек в полную меру возраста Христова, это состояние нашего внутреннего человека. Это наше внутреннее состояние, не внешнее, не внешнее, а внутреннее состояние. Знаете, как есть такая шутка? Она была такая красивая, пока рот не открыла. Кто понимает, в чем подвох здесь? Внешность это одно, а внутреннее содержание это совсем другое. И когда Бог говорит о мере полного возраста Христа, друзья, смотрите, Он говорит, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть это внутреннее состояние. Именно внутренний человек, внутреннее наше состояние позволяет нам преодолевать все. Знаете, я младенец во Христе, младенцы, мыслят следующим образом. Господи, сделай так, чтобы вокруг меня все было хорошо, чтобы я не нервничал. Кто молился так когда-нибудь? Мы все так молились. К сожалению, кто-то так молится по-прежнему. Это проблема. Внутренний человек, друзья, или когда мы утверждены во внутреннем человеке, это когда человек говорит, Господи, дай мне быть твердым, чтобы все пройти вместе с Тобой, чтобы сохранить этот мир внутри своего сердца. Вот, Бог этого ожидает, Бог хочет, чтобы мы были такими. И я хочу вам сказать, друзья, сегодня обстоятельства, которые выпали на нашу с вами поколение, они не какие-то экстраординарные. Если вы внимательно заглянете назад в историю, поверьте, друзья, обстоятельства были и сложнее. Были сложнее обстоятельства. Ну, кто-то говорит сегодня, это невозможно, это ужас. Я вам напомню, кто, может быть, читал в истории, кто слышал о ночи длинных ножей? Никто не слыхал? Это когда людей просто вырезали за то, что они верующие были, верили во Христа. Их просто заходили в каждый дом и резали. Геноцид армян. Вы знаете, что в одну ночь просто заходили целыми деревнями, армяне были верующие, они православные верующие такие, у них давно укоренившиеся, и их мусульмане просто вырезали, их резали. Друзья, мы с вами живем, по-моему, еще в очень даже неплохих обстоятельствах. Ну, на самом деле. По-моему, мы живем в неплохих обстоятельствах. Вспомните, множество есть примеров, множество примеров, которые мы видим в истории, когда мы видим, что обстоятельства были еще сложнее. Но кто-то сегодня даже в этих обстоятельствах говорит, мне сложно, мне тяжело, мне плохо, я не могу так больше. Я вам хочу сказать, друзья, Бог, это происходит по одной причине. Бог ожидает, что каждый из нас, проходя эти обстоятельства, мы сумеем, еще раз, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вот это очень важно, чтобы наш внутренний человек, друзья, он стал сильнее. Я помню, когда я стал лидером домашней группы, и мне попалась первая моя домашняя группа, я вам расскажу, примерно это было вот такое, 10 человек, из которых один был капитаном СБУ, а 9 были бывшими бандитами. Причем, когда они разговаривали о чем-то, они сидели все, они когда о чем-то разговаривали, я половину из того, о чем они говорят, не понимал, потому что они говорили на каком-то странном языке. Слова говорят вроде на русском, а смысл мне непонятен. Вообще, ну, знаете этот язык есть такой, феня называется, когда ты язык этот не особо понимаешь, а я такой хороший на них, я смотрел, думаю, окей. И вот я помню этот момент один, момент у нас был один парень, его звали Витя, мы его потом назвали, у него такое, знаете, прозвище было Витя Лезвие. И вот однажды, почему так его назвали, расскажу. Вот назвали его такой, знаете, крепкий каратист, в прошлом там занимался, ну, кто помнит, в Советском Союзе это считалось такое престижное, все тогда качались, каратэ занимались, и он такой крепкий был. И я помню момент, когда он пришел и плачет, и он говорит, Витя, что случилось? И вот его момент, он говорит, мне так плохо, говорит, я всегда был при деньгах, а сегодня мне лезвие не на что купить. Я помню, успокаивали его, а потом он отошел от Бога. Я его как-то встретил здесь на бульваре Верховного Совета, говорю, Витя, это ты? Прошло уже лет 25, а он такой, знаете, стоит с этими, с друганами там вместе, да, это я. Я говорю, слушай, ты меня набери, давай будем молиться. Он, да, да, я все наберу, у тебя денег нет. И знаете, что я понял? Вот прошло время, а ничего не поменялось. Вот вроде человек крепкий, а его внутренний человек очень слабый. Очень слабый, он не может справиться. Он не может справиться с какими-то внешними вызовами, внешними давлениями. Я спросил, как семья? Там уже давно и нету той семьи. Почему? Потому что внутренний человек, друзья, он не силен. Так вот здесь он говорит, крепко утвердиться во внутреннем человеке, друзья, это желание Бога, это благословение. Поэтому, когда Бог говорит о полной мере возраста Христова, я хочу, чтобы вы понимали, это благословение Бога для каждого из нас. Ну, давайте приведем простые примеры. Кто понимает, что человек, который твердо укреплен внутренним, он будет хорошим мужем? Так или не так? Будет хорошей женой, будет хорошим работником, хорошими родителями. Кто согласен с этим? Ну, это же правильно. Но когда человек, друзья, его внутренний человек, он такой, знаете, такой, шалтай-болтай, нашим и вашим за копейку спляшем. Вот в этот момент вы должны понимать, что ты с этим человеком, ты не сможешь с ним каши сварить. А я думал, что ты другой или другая. Кто такие слова говорил хотя бы раз? Знаете, что вы говорили? Вы констатировали факт, что внутренний человек, того, с кем вы общались, он оказывается слабым, он оказывается другим, он оказывается не таким. Но это я всего лишь рассказал вам о внешних проявлениях. Но внутреннее состояние человека – это другое. Это способность человека, знаете, быть человеком ценностей, быть человеком, который не сдается, быть человеком, который несгибаемый. И Бог этого хочет, Он ожидает этого. И я хочу вам привести пару мест из Писания, как Бог на это смотрит. Вот давайте прочитаем Галатам 4.3. Послание Галатам 4.3. Смотрите. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом этого мира». Кто помнит о себе? «Ах, так хочу новую машину!» «Я так хочу!» «Ах, я так хочу!» Я помню, как сейчас, 90-е годы, кто постарше, тот вспомнит. И у меня такой был смешной, у меня был покойный брат двоюродный, и они с друзьями сложились вместе и купили машину «Джип Гранд Чироки». Это где-то 90-е годы. Они ее купили, они часто заходили в нее, сидели, опускали окна и сидели. Никуда не ездили. Знаете, почему? Денег на бензин не было. Но вот этот момент, знаете, сесть и... Крутые. Вещественное начало этого мира. Понимаете, вот сегодня, вы же замечаете, друзья, у некоторых людей ничего не меняется. В кредит, но 14-й. Но в кредит. Но 14-й. Айфон. Но в кредит. Но 14-й. А у тебя какой 13-й? Фуууу. А какой у тебя? 14-й. Но в кредит. И на трамвае. Знаете, вот это тогда в трамвае, знаете, такой 14-й айфон и в трамвае. Зачем оно тебе надо? Я хочу снимать качественные видео для ТикТока. Я буду зарабатывать в ТикТоке. Ты зачем в трамвае ездишь? Ну, понимаете, друзья? То есть, на самом деле, о чем это говорит? Вы же понимаем, что это внутренний человек. Он вот такой пока, к сожалению. Давайте откроем еще одно местописание, что Бог смотрит, думает об этом. Евреям 5.12. Евреям 5.12. И вас, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. О чем идет речь здесь, друзья? О том, что с течением времени внутренний человек не изменяется. Он не преображается. И я хочу сказать вам, друзья, церковь – это прекраснейшее место, в котором люди могут становиться для друг для друга благословением и иногда преткновением. В этой церкви нет любви. Прекрасно. Прекрасно. Потому что Бог привел тебя в эту церковь для того, чтобы твой внутренний человек принес сюда любовь. А я что могу это сделать? А как я могу это сделать? Очень просто. Дари любовь. Кому? Вот этим нелюбимым, вот этим вот плохим. Да, именно им. А как это сделать? У тебя должен быть человек, который развит в меру полного возраста Христова. И вот этот человек, который развит в меру полного возраста Христова, он способен с этим справляться. Есть здесь кто-нибудь, кто в браке больше 10 лет? Есть такие вот люди? Уникумы. Уникумы. Ну, потому что таких нас немного, поверь. Ну, нас немного, поверьте. И не то, чтобы там мы вымерли. Просто мало кто переживает. Скажите мне, пожалуйста, спустя 10 лет семейной жизни, ну только честно, мужчины, женщины, рядом с вами что, не дурак живет? Не дурак. А зачем же вы его постоянно меняете? Коля, ты делаешь не так. Коля, я сейчас тебе скажу, как надо сделать. Коля, подожди. Сейчас я тебе объясню. Коля, ты не так делаешь. Коля, давай я тебе расскажу. Коля, я тебе научу сейчас. Да, ну вообще, он уж дурак, ну. Ну что, он не так? Слушайте, знаете, почему, друзья, у нас такая проблема? Семьи страдают, потому что мы нуждаемся, чтобы быть. Мы когда женимся, мы все. И, ой, он такой мужчина, которого всегда хотела иметь рядом. Проходит 10 лет. Коля, что с тобой не так? С ним все так. Ты таким не был. Знаете, как это говорит? Я была слепая, когда выходила за тебя замуж. Видишь, я тебя от слепоты излечил. На самом деле, друзья, что ожидает Бог? Дело в том, что проблема, что мы-то живем, мы женимся и выходим замуж за внешнего человека, а живем с внутренним, вы понимаете, с внутренним человеком. Поэтому Бог, когда создал семью, смотрите, как уникально. Боже мой, какой он мудрый. Смотрите, Бог создал мужчину из праха земного, вдунул в него дыхание, правда? Он создал. И знаете, что какое самое большое благословение? Как Бог любил женщину? Он не дал ему ее сразу. А знаете, что он сделал? Он ждал, пока внутренний человек Адама пройдет определенные перетрубации, чтобы, когда он приведет к нему Еву, он не убил ее сразу. За то, что она яблоко сказала съесть ему. Ну, вы понимаете? Вы представьте себе правильный Адам, который пока не было Евы, слушайте, никаких проблем не было. Жил себе с Богом, и все было в порядке. Тут приходит Ева. Попал! Он же попал по полной программе. Я, знаете, я сегодня, вот я не знаю, как вы, я переношу на обычную семью. Ну, реально, у меня был бы разговор с женой. О том, слышишь, мы нормально были в Эдемском саду, я жил себе, не тужил. Тут ты пришла, предложила идею, теперь нас выгнали из этого Эдемского сада. Я извиняюсь. Не, подождите секундочку. Вот, вы видите, видите, мы начинаем разговаривать. Начинается вот это вот, вот, наш внутренний человек начинает, смотрите, какой мудрый Бог, что он сделал. Он подождал, подождал, пока внутренний человек Адама укрепится, чтобы он ее потом за это не растерзал. Понимаете? Да, да, да. Поэтому он созревал внутри, понимаете? Она тоже созревала внутри. И он внутри созревал. Друзья, смотрите, еще раз. Он говорит, вам по времени уже надлежит быть учителями. Я хочу сказать многим из нас с вами, по времени надлежит быть учителями. Иногда вот этот аппарат делает так у меня. Поднимаю трубку. Алло. Алло, пастор. Все пропало. Ну, что? Ну, все плохо. Я ничего не хочу. Все, я не знаю, как быть. Все. Это тяжело. Я говорю, слушай. Проверяю еще раз. Идентификатор звонка. Кто звонит? Говорю, ты уже 30 лет с Богом. Что с тобой не так? Ты почему все время, у тебя паника, как ты не звонишь все время? Потому что по времени тебе нужно быть уже учителем. Но твой внутренний человек, он в меру младенческого возраста, как был, так и остался. Знаете почему? Одна из причин. Что вам не рассказывать? Я уже знаю, как поступать. Но индикатор для меня всегда, когда только плохо. Пастор, помогите. Потому что, друзья, мы не справляемся. Внутренний человек не растет. А внутренний человек должен меняться. Вот сегодня мы об этом как раз и разговариваем. С вами пытаемся говорить. Итак, друзья, какой самый простой и самый важный способ, как можно возрастать в эту меру полного возраста Христова? Я не знаю, но это простые вещи. Помните, я вам сказал вначале, вот, читайте эту книгу. Она полезная, кстати. Она очень полезная. Рекомендую вам. Прочтите ее. Изучите ее. Изучайте ее. Можно слайд вывести, пожалуйста, на экран? Смотрите, друзья. Не этот, не этот. Там треугольник у нас. Вот, смотрите. Вот, видите, называется. Живи в меру полного возраста Христова. Смотрите, друзья. Бог, Бог, Он живет. Он совершенный, потому что Он поместил в себя вот этот божественный треугольник. Вот так я его назову. Я вообще, в принципе, знаете, я думаю, что Бог, Он когда что-то делает, Он никогда не делает ничего просто так. Если Он сказал, Отец, Сын и Дух Святой – треугольник. Дух, душа и тело – треугольник. Правда? Вот я вам хочу сказать, Бог мыслит всегда треугольником. Я помню, в детстве мой папа научил меня простые вещи. Чтобы не упасть, у тебя должно быть всегда три точки опоры. Альпинист, когда он в горах, друзья, он держится двумя руками одной ногой или двумя ногами одной рукой. Но никогда нельзя держаться одной рукой, одной ногой. Если у тебя две точки опоры, ты упадешь. У табуретки минимальное количество ножа какое должно быть? Три. Это идеально. Так вот, друзья, есть вот такая вот, Бог поместил себя вот в эти рамки этих трех вещей. Смотрите, истина, вера и любовь. И если вы здесь замените Бог на слово человек, друзья, вы должны понять, что у Бога тоже эти три вещи. Если мы с вами как люди, мы, мы, нам свойственны, ну особенно мужчинам. Вы знаете, мужчина что делает? Почему мужчины мы иногда тупим? Давайте я вам расскажу честно, вот сейчас открою, почему мы иногда тупим. Мужской мозг настроен на отбрасывание, внимание, отбрасывание любого количества вариантов, кроме как один. Вот мужской мозг заточен на один вариант. Вы в курсе об этом? Мужчина всегда стремится оставить только один вариант. Он вообще ищет один вариант. Женский мозг способен вмещать в себя иногда три или четыре. Меня это всегда поражало. Знаете, когда жена, она говорит, она доказывает одну точку зрения мне, потом доказывает противоположную. Я сижу и думаю, как ты с ума не сходишь? У тебя две противоположные идеи умещаются в одной голове. Как так может быть? У них мозг построен по-другому. Именно поэтому женщина, она всегда сомневается в том, что она говорит. Вы никогда не задумывались? Она говорит, нам надо ехать туда, но давай у кого-нибудь еще спросим. Зачем спрашивать, если надо ехать туда? Вот. Мужской мозг работает по принципу. Если я еду туда, зачем мне уточнять? Не надо никаких случаев. Я еду туда. Потому что я туда надо ехать. И даже если мне кто-то скажет, я все равно буду объяснять, что надо ехать туда. Ты не черствуй, ты никого не слышишь. Он мне не слышит. Мужской мозг заточен на какое количество вариантов? На один. Он его ищет, он его хочет. Знаете, когда ты с женой, никто никогда не выбирал обои? Плитку. Да, в конце концов, я говорю, давай на этом остановимся. Давай еще посмотрим. Тебе это нравится? Да. Очень нравится? Да. Говорю, ну остановимся. Нет, давай еще смотреть. Зачем? Ну мы же выбрали уже. А вдруг найдем лучше? Зачем? Если ты говоришь, что это подходит лучше всего. Ну что ты лучше еще можешь найти? Я лучше могу найти. Ну это же подходит идеально. Да. Ну давай найдем лучше. Зачем? Ну зачем это делать? Смотрите. Друзья, Бог... Еще раз. В этом жена... Ну в чем-то они похожи, женщины, на Бога. Чуть-чуть. Не сильно. Чтобы не возгордились. Но чуть-чуть. Похоже. Так вот. Бог, он мыслит в трех плоскостях. Мы, как люди, нам более свойственно мыслить в одной плоскости. Мы хотим. Почему это происходит? Ленность нашего ума. Мы не хотим мыслить. Нам сложно мыслить в трех плоскостях. Мы не хотим мыслить. Нам все, вот знаете, подавай в одной плоскости. Я недавно с одним братом разговаривал о теме отцовства и сыновства. И я говорю, это очень важно. Но ее нельзя воспринимать только в одной плоскости. Если ты воспринимаешь тему сыновства и отцовства в духовном мире в одной лишь только плоскости, например, что ты должен подчиняться человеку, ты станешь рабом. Если ты будешь воспринимать ее только в одной плоскости между тобой и Богом, ты будешь бунтарем. Если ты будешь принимать ее только в одной плоскости между тобой и твоими детьми, тогда ты будешь неучим, который будет учить своих детей непонятно чему. И они будут становиться из поколения в поколение еще хуже, чем ты. Невозможно воспринять тему, например, отцовства и сыновства, если мы говорим о духовном, сыновстве и отцовстве, кроме как в этих трех ипостасях. Только три плоскости, соединенные вместе. Нам нужно научиться это делать. И вот именно потому, что большинство из нас не желает этого делать, именно по этой причине у нас духовный человек, вот этот внутренний человек, он не обновляется. Вы понимаете, он не растет, он не крепнет. Мы мыслим, знаете, нас удовлетворяют одни ответы. Например, кто из вас сделал какие-то свои выводы о причинах войны? Вы сделали выводы о причинах войны? Сделали? Забудьте о них. Потому что ваши выводы неправильные. Нет, мои выводы правильные. Окей, но у другого человека могут быть другие выводы, да. Он что, не прав, что ли? Тогда вы, скорее всего, разведетесь однажды. По той причине, друзья, что, поймите, мыслей может быть много. Как же понять, какой голос правильный, что правильное? Вот, друзья, это три вещи, которые я хочу, чтобы мы с вами поняли. Итак, истина, вера и любовь. Что означает истина? Смотрите, истина, это означает принятие, видите, это основание этого треугольника. Принятие истины такой, какая она есть у Бога. Вот хочу вам сказать, мне сложно жить в этом мире, правда, ну, непросто. Верующему непросто жить в этом мире. Почему? Потому что в этом мире есть еще неверующие люди. Кто с этим сталкивался? Есть? И вы знаете, что у них по некоторым вопросам, по многим вопросам, совершенно другая бывает точка зрения. Кто с этим согласен? Бывает. И это нормально. Скажу вам честно, и у верующих, к сожалению, иногда бывает другая точка зрения. По некоторым вопросам. Что я привык? Я привык, друзья, к тому, что... Или не привык? Правильно, правильно отталкиваться от истины. Что Бог говорит по этому поводу? Что Он думает по этому поводу? Конкретно Бог. Не я. Сразу оговорюсь. Такой один интересный момент. Чтобы вы понимали, друзья, насколько это тонкая грань бывает такое. Помните, я рассказывал вам о своей домашней группе. Вот первой. И там у меня, я вам сказал, из десяти человек девять ребят имели тюремное прошлое. В тюрьме есть такая одна вещь, которая называется понятие. Кто-то слышал такую вот вещь? Что такое понятие, знаете? Что это? Правила поведения, которыми должны следовать все. И я помню, когда мне попали эти ребята, я как-то, знаете, с ним разговариваю. Мы говорили там что-то о изменах и так далее. Они, да, 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 все, нельзя, это плохо. А потом в какой-то момент времени я замечал, что у нас какие-то разногласия начинают появляться. И я однажды сел и думаю, поговорю откровенно. И мы начали разговаривать. И знаете, что я понял? Я увидел, что этот человек с понятиями пришел к Богу, и он согласился с тем, что некоторые понятия Бога похожи на тюремные понятия. И он говорит, те понятия Бога, которые похожи на тюремные понятия, я с ними согласен. А те понятия Бога, которые не похожи на тюремные понятия, я с ними не согласен. Я говорю, парень, стоп, не путай. Брат и братуха – это разные вещи. Еще раз. Брат во Христе и братуха это разные вещи. Потому что брат во Христе, у меня к нему одно отношение на основании истины, а братуха это совсем другое. Сейчас есть, например, война. Люди в армии служат. Вот, например, Сережа. Есть, называется, войсковое братство. Знаешь? Братство. На чем оно строится, интересно? На одних целях. Но знаете, в чем проблема? Когда закончится война, эти цели изменятся. И братство, а мы будем пытаться его сохранять, оно так не работает. Потому что братство, как явление, оно было создано на основании истины Божьего слова. Так вот, я вам хочу сказать, единственное то, на чем можно строить основание, это истина, но она должна быть такой, какой видит ее Бог. Не я, не мы, не кто-то еще. Бог. Бог ее видит. То есть, буквально можно сказать, что семья, в которой Бог или истина Божья является основанием, она имеет шанс быть построенной или существовать долго. Почему? Потому что Бог создал семью. Он создал ее по определенным принципам. И эти принципы, когда семья их соблюдает, есть шанс, что семья будет жить долго. Правда? Ни война в такую семью не вносит свои корректировки. Ни голод. Помните, говорят, в радости и в горе буду с тобой. Почему мы видим, что в радости они вместе, а в горе они в ЗАГСе, в разводятся? Потому что, друзья, слова ничего не означают, если ты не понимаешь, что такое радости и горе быть вместе. Это означает, что когда мы в радости, я строю отношение к моей жене не на основании радости, а на основании слова Божьего. Поэтому, когда приходят сложные моменты, я также строю с ней отношение на основании слова Божьего, а не горя. Вы понимаете? Вот, вот в чем основание. И поверьте, друзья, Библия говорит, что, поверьте, что дело каждого будет испытано. Чем испытано? Истиной. Почему Бог никогда не проигрывает? Потому что Он живет на истине. Он строит истиной. Он живет истиной. Он мыслит истиной. Он принимает решение истиной. Вот так это происходит. Это первое. Второе, друзья, это вера. Это вторая плоскость, которую мы должны тоже учитывать в своей жизни. Что такое вера? Вера, друзья, вера, это способность или оживотворение истины в нашем сердце. Когда мы оживотворяем истину в своем сердце. Вы знаете, помните, если однажды Иисус предъявил такую претензию к фарисеям. Он сказал, послушайте, вы столько придумали правил для людей, а вы попробуйте сами хотя бы один день пожить по своим правилам. Вы же сойдете с ума. Говорят, вы правила придумали, а вы попробуйте ими жить. Что такое вера? Это способность самому жить на основании истины. Жить на основании истины. Сохранить себя, свою жизнь, поступать на основании истины. Кто из вас понимает, друзья, о том, что Иисус Христос пришел на эту землю, не просто для того, чтобы, знаете, он просто пришел, там проповедовал. Кто понимает, что Иисус был истиной, и он жил на основании истины? Правда же? То есть, что он сделал буквально? Он проживал эту истину. Знаете, я обнаружил, что у многих людей, мы все знаем, какой правильный ответ, но когда приходят определенные обстоятельства, мы говорим разное. И это проблема. Способность говорить даже тогда, когда... И тут опять, знаете, мужчины проигрывают, к сожалению. Вот проигрывают мужчины. Я помню, жалко, жена ушла, ну ладно. Я помню, недавно я немножечко там поругал своего сына. И потом мне жена говорит, слушай, ну ты был неправ. Я говорю, почему? И она мне объясняет, почему я был неправ. И она говорит, пойди, ну тебе стоит попросить у него прощения. Знаете, что такое вера? Это когда тебе говорят, что ты неправ, а ты идешь и делаешь это. А ведь сложно, правда? Помните, как фарисей, желая оправдать себя, он говорит, а кто мой ближний? Он говорит, люби ближнего своего. Ну что может быть проще, правда? Люби ближнего. А он говорит, а кто мой ближний? Чего не хотел фарисей, скажите мне? Он не хотел любить ближнего. Он не хотел это делать, вы понимаете? Ну не хотел он это делать. Поэтому он все время придумал, как же можно найти выход. Вы знаете, человеческая фантазия может быть великолепной. Кто из вас верит, например, что Бог всемогущий? Тогда у меня к вам вопрос. Может ли Бог создать камень, который он не может поднять? Может ли всемогущий Бог создать камень, который он не может поднять? Вы понимаете, до какой фантазии может дойти идиотизм человека, который не хочет жить на основании истины? Чтобы не жить на основании истины, он будет придумывать такие вопросы, такие ответы. Он будет придумывать такие фантазии, которые дают ему право. Которые будут, есть такое слово, легимитизировать. Которые сделают, вы поняли, дают ему право не поступать на основании истины. Сейчас война, пастор. Вы понимаете, во время войны можно все. Серьезно? То есть вы убеждены, что во время войны можно все? Фу, друзья. Тогда у меня для вас печальная новость. Знаете, сколько автоматов было роздано в первые, когда подошли русские к Киеву? Знаете, сколько было роздано автоматов? А вы знаете, сколько из этих автоматов еще не сдано? У меня для вас печальная новость, друзья. Если война, вы считаете, дает вам право на все, то вы удивитесь, на что она может дать право тем людям, кто их не знал. Послушайте еще раз. Вера, вера, она действует только в рамках истины. Именно поэтому, слава Богу за его мудрость, знаете, что он сделал? Бог верой активизировать мы можем только то, что соответствует Божьему Слову. Что не соответствует Божьему Слову, Бог говорит, это не мои проблемы, я вам этого не обещал. Вот почему некоторые люди говорят, Господи, ты обещал, что я буду головой, а не хвостом. Дай мне один миллион. Он говорит, я тебе не обещал сделать тебя миллионером. Я не обещал делать тебя миллионером. Вы где-нибудь в Библии найдете обетование, что Бог обещал сделать вас миллионером? Найдите это обетование. Покажите мне, я сам с радостью в него поверю. Или где Бог в Библии обещал, что все станут президентами? Вы где-нибудь, или где Бог обещал в Библии, что вы будете жить 300 лет? Или где Бог обещал в Библии, что вы вообще никогда не будете болеть в принципе теперь? Такого нету. Бог этого не обещал. Поэтому, друзья, давайте мы с вами наши ожидания и фантазии не будем назвать верой, потому что вера действует на основании истины Божьего Слова, и только так это работает. А вот здесь смотрите, вы скажете, пастор, ну возможно кто-то подумает, пастор, так а зачем нам это все рассказывать? Смотрите, друзья, если мы с вами принимаем истину, и истина в нас, она, мы хотим или ожидаем, что она будет верой, послушайте, в этот момент происходит чудо. Какое чудо? Смотрите внимательно. В этот момент Бог очень серьезно обрезает наше сердце. Он очень серьезно обрезает наше сердце. Пастор Иван, ты рассказываешь людям о том, что, ну в рип-центре о том, что, ну не стоит употреблять наркотики и алкоголь, ну в общем, в общих чертах, правда? Не надо этого делать, правда? Это плохо? А сам что употребляешь? И это вера. Вы понимаете, рассказывать одним, это одно дело, а жить так самому, это уже вера. И вера, когда ты истину преломляешь в веру, она тебя обрезает. Вопрос, меняет ли это моего внутреннего человека? Конечно. Вы видите, друзья, вера. То есть, я могу рассказывать все, что хочешь. Вот прям вообще все, что хочешь. Но только вера, друзья, она меняет меня по-настоящему. Знаете, что я обнаружил? К сожалению, много верующих людей застряли в одной плоскости. Им достаточно услышать то, что сказал Бог, для того, чтобы делать потом то, что хотят они. И это трагедия. Вот почему мы имеем сегодня множество людей, которые верят в Иисуса Христа, но живут так, как хотят они. Так, как кажется им. Так, как понимают это они. Не переживайте, в конце я дам вам лайфхак, как с этим справиться. Бог давно уже этого упорядочил. Поверьте. Может быть, вы сегодня скажете, о, так это, ну теперь каждый. А сейчас дойдем. Нормально, все в порядке. И третье, друзья, это любовь. Правда? Что такое любовь? Это деяние истины в нашей собственной жизни. Смотрите, как интересно делает Бог. Он же не глупый. Поверьте, он не глупый. Чтобы убрать всяческие инсинуации по поводу истины, Иисус Христос дал нам четыре Евангелия. Правда? А потом дал пятую книгу. Называется «Деяние святых апостолов». Скажите мне, что творили апостолы? То, о чем Иисус учил в четырех Евангелиях. Мы читаем в «Деяниях апостолов» то, что Иисус учил в четырех Евангелиях. И я хочу вам сказать, если вы приняли Евангелие, Бог сегодня ожидает так же, что ваша любовь, которая является действием, будет писать истину через вашу жизнь. Помните вот это вот выдающееся христианское выражение современное, да, пастровали? Что вы меня толкаете все время? Что вы меня заставляете все время служить? Я все время говорю, если тебя заставляют служить, у тебя проблема с истиной. Ты не понял ничего, значит. Потому что человек, который понял истину Божью, и он растворил эту истину верой в своей жизни, он жаждет служить. Послушайте внимательно. Он жаждет, он ищет возможности служить. Вы понимаете или нет? Если ты испытываешь давление в отношении служения, возвращайся на пункт истины. Ты что-то не так понял. С твоим внутренним человеком что-то происходит не так. Вы знаете, когда началась война, я принял решение, я помню, я пришел в тайную комнату с Богом, я молюсь, и я чувствую, Дух Святой мне говорит, сейчас будут происходить самые большие перемены не только в твоей жизни, но в жизни и церкви, и всего, и всего, и всего. И он говорит, есть один секрет. Бог мне дал один секрет простой. За время войны, когда к тебе обращается человек, попробуй ни одному человеку не сказать нет или не отказать. Я тогда не думал, друзья, когда Бог нам говорит, мы все говорим, да, Господи. Правда? Кто говорит так? Вот недавно к нам обратились, говорят, купите нам машину. Да я бы себе купил машину тоже. Вы понимаете, а как тебе сказать нет? Если Богу ты сказал, что ты не будешь говорить нет. Значит, тебе нужно включить тогда веру и любовь и действовать. Ну, здесь действовать прям надо. Это же деяние надо совершить. А кто понимает, друзья, что если ты выходишь за рамки привычной для тебя жизни, тебе предстоит, ну, твой внутренний человек изменяется. Кто согласен с этим? Растет ли вера? Растет. Меняется ли твое мировоззрение? Меняется. Становишься ли ты другим внутри? Да, становишься. Но это происходит только тогда, друзья, в Библии написано, вера действующая любовью. Что такое любовь? Любовь это не сказать человеку нет. А ты попробуй это сделать. Ты попробуй это совершить. И вы понимаете теперь, почему много верующих людей застревают только на уровне откровений? Мы иногда приходим в церковь, знаете, такое классное откровение, новое. У меня в моей коллекции откровений такого еще откровения не было. Сегодня у множества верующих, друзья, огромная, обильнейшая коллекция откровений. Мне все равно, какая у вас коллекция откровений. Меня волнует, друзья, сколько из этих откровений я смогу довести до уровня любви, до уровня действия. Потому что, друзья, когда ты откровение доводишь до уровня действия, в этот момент твой внутренний человек, он преображается, он возрастает в меру полного возраста Христова. Можно вернуть это место из Писания в начале, которое было Ефесянам 4.13? Можно еще раз его? А потом на этот слайд вернемся. Ефесянам 4.13. Смотрите. Да коли все... О ком здесь идет речь, скажите? Все. О каждом из нас. Все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Как прийти в единство веры, если... Ну, а у меня другая точка зрения по этому поводу. Как можно прийти в единство веры? В единство веры можно прийти только лишь тогда, когда ты в меру полного возраста Христова. Вы знаете, вот мы... У нас часть ребят наших в начале войны мы приняли решение, ну, как бы заняться там капелланством, военным капелланством. И мы начали им заниматься. И знаете, у нас есть организация, называется Христианский Союз Спасения, где есть вот военные капелланы, одно из веток, там есть разные, но есть военные капелланы. И вот там интересно, там есть, да, и православные, и римокатолики. Вообще глава, руководство и идея этой организации, она вышла в римокатолической церкви. И знаете, что я обнаружил? И когда мы приходим туда, там пришли, там еврейская община, пели песни прославления. Там у нас общая встреча началась с тем, что еврейская община пела какие-то песни прославления. Вы знаете, я не увидел одной интересной вещи. Слушайте внимательно. Я не увидел римокатоликов, которые встали и вышли. Потому что в этот момент внутренний человек говорит, послушай, давай будем в общем едины, а в частности мы можем быть разными. Но знаете, что я обнаруживаю? Когда человек младенец в вере, он больше обращает внимание, как на него посмотрели, как сказали, что дали, что не дали, что сказали, что не сказали, что пересказали, что вы сказали. И он не может с этим справляться, вы понимаете? И его все начинает напрягать, и его все начинают раздражать. И его этот уже, вот 10 лет он относился к человеку нормально, только стоило тебе сказать какую-то вещь не то. Все. Я на вас обиделся. Вы меня ранили. Так ты, бронежилет, одень. Еще и на голову себе, и на совесть еще, и на сердце одень, на всякий случай. Чтобы тебя не ранило каждое слово. Потому что если тебя ранит каждое слово, друзья, то тебе пришло время быть учителем. А ты по-прежнему ходишь вот это... Что ты ноешь постоянно? Пришло время прийти в полную, в меру полного возраста Христова. Чтобы вера, друзья, она распространялась. Вы знаете, я... Есть... В истории христианства есть одна такая темная, я бы сказал, темная страница, которую христиане любят умалчивать. Ну, я честно вам признаюсь, я даже в темном. Библия говорит, что мудрый, извлекает драгоценное, даже из ничтожного. Я сейчас о крестовых походах. Кто понимает, что эта страница очень печальная в христианстве, правда? Люди во имя веры шли и убивали сотни тысяч людей. Честно, ну это вообще неправильно было. Но знаете, что я в этом вижу? Я вижу в этом интересную вещь. Слушайте внимательно. Люди ради веры вставали и шли что-то делать. Еще раз повторюсь. Люди ради веры... Пускай она была неправильная. Но они вставали и шли что-то делать. Знаете, что я сегодня вижу? Я вижу сегодня множество верующих людей, которые знают, как правильно, но ничего не делают. Молодец. А вот тут проблема. Можно вернуть этот треугольник, друзья? Смотрите. Истина у каждого своя. А веры вообще мало. А любви как действий в принципе не существует. Кто из вас понимает, что Бог, Он, если Он знает истину, Он притворяет, Он олицетворяет эту истину собою. И Он действует в любви, Он действует на основании истины. Кто согласен с этим? Это Его божественная природа. Он такой. И Библия говорит, Он сотворил нас такими же, друзья. Он сотворил нас такими же. Я приведу вам простой пример. Когда я покаялся до покаяния, я не знал этой истины, я жил так, как я хотел. Я помню, когда я пришел в церковь, говорят там, бегайте блуда, юношеских похотей, убегай. Там не удаляй, убегай от них. Я помню этот момент, знаете. А так же хочется. Ведь хочется. И вот этот момент, когда ты знаешь истину, что она говорит, поверить в эту истину и поступать. Хранить себя в чистоте. Хранить себя в чистоте евангельской истины до брака. Сохранить себя. Мы все можем рассказать, что надо делать, правда? А когда доходит до дела? Вы понимаете? Ну, у нас немножко другая ситуация. Какая у тебя другая ситуация? Ну, с какого перепуга она у тебя другая? Ну, что? Давай добавим вторую главу Иуды послания. Что добавить еще? Скажи. Давай Пятое Евангелие добавим, чтобы твоя ситуация попала в это Пятое Евангелие. Вы понимаете, друзья? Бог сражается за свою истину, а не за нашу. Он веру благословляет верой и высвобождает обетование только те, которые сокрыты в Его истине, а не в нашей. А любовь, действие, действие должно быть только то, которое основано на истине. Вы знаете, я когда-то, мы с женой читали одну очень интересную книгу. К сожалению, он уже со Христом. Ну, к счастью, наверное. Я не знаю, как правильно сказать. Потому что он благословение, друзья. Виктор Куриленко. Кто, помню, к нам приезжал? Слепой проповедник. И у него есть книга о браке. Он очень интересную там одну мысль написал. Он говорит, вы знаете, ко мне часто приходят люди, семейные пары, и говорят, у нас проблема, помогите. У нас проблема, помогите. У нас проблема. Он говорит, однажды я молился, и Дух Святой дал мне понимание. Я начал спрашивать у этих семейных пар. Говорит, а удалось ли вам сохранить себя в чистоте и святости до брака? И он говорит, знаете, что я заметил? Все, абсолютно все пары, которые сталкиваются с проблемами в семейной жизни, это те пары, которые в первую очередь не сохранили себя в чистоте. Спали до брака. Говорит, все они сталкиваются с проблемами. Кто-то скажет, а что теперь, те, кто не спали, не будут сталкиваться? Тоже сталкиваются. Только знаете, в чем разница? У этих людей есть дерзновение приходить к Богу. А у тех нету. И они все время его ищут. Вот такая штука. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы с вами услышали и поняли. Если вы хотите действительно развиваться духовно правильно, сохраните себя в чистоте истины. Сохраните себя в вере и пусть будет любовь. Давайте откроем. Коринфянам 8 глава 2-3 стих. Это я возвращаюсь к этому треугольнику. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Можно вернуть этот треугольник? Я сейчас покажу вам, друзья, как здесь. Смотрите. Кто думает, что он знает истину, тот не знает ее так, как ее должно знать. Но написано, тот, кто любит Бога. Что означает? Тот, который верой растворяет истину, и тот, который действует. Действует. Но, говорит, только тот понимает, как на самом деле должно быть. Давайте я вам приведу жизненный пример. Жизненный пример. Слушайте внимательно. Кто из вас, если у вас будут дети или есть дети, скажет своему ребенку, иди-выйди замуж за человека, у которого зависимость игромания? В здравом рассудке. Кто посоветует? Давай, классный выбор. Кто даст это добро? Никто. Никто, правда? Но вы, кто из вас знает, когда мы влюблены, мы говорим, какая разница? Он изменится. Она изменится. Не изменится, друзья. Смотрите. Кто-то слышал из вас такое выражение? Говорят. Мы поймем, что наши родители были правы в тот самый момент, когда у нас появятся дети, которые однажды нам скажут, мама, ты не права. Смотрите, друзья, как интересно. Мы видим в Боге Отца. У нас есть земной Отец, который истину эту преломляет. Ну вот я, например, я учусь, как быть хорошим христианином. Я для своих детей стараюсь быть этим христианином, и я стараюсь в действиях преломлять. Всегда ли я бываю прав? Не всегда. Честно, не всегда. Это правда. Я не всегда бываю прав. Но знаете, что я хочу? Я хочу убедиться. Для меня один из самых волнующих вопросов, наверное. Я уверен, для всех родителей. Кто хочет, чтобы ваши дети выросли нормальными? Все. Вы знаете, как единственный способ сделать так, чтобы ваши дети выросли нормальными? Сами будьте нормальными. Покажите им нормальный пример. Просто покажите им нормальный пример. Я помню этот момент. Помнишь, мы были в Америке, и после служения одна женщина подошла ко мне. Пастор, вы знаете, вот у меня сын, я хочу, чтобы он сын славил Бога так, как славите вы. Я говорю, без проблем. Легко. Легко. Она говорит, как? Я говорю, идите сюда. Я говорю, вывожу на сцену, говорю, прыгайте. Что вы? Я говорю, прыгайте. Я говорю, как вы хотите, чтобы ваш сын прыгал? Ну вот как вы? Я говорю, так прыгайте. Я так не буду прыгать. Я говорю, и он никогда не будет прыгать, пока он не увидит вас таким. Помните, Иисус сказал, я ничего не творю, не увидев отца творящим. Смотрите, друзья, истина для наших детей будет действовать только тогда, когда они увидят в нас эту истину. Кто согласен с этим? Ну так же это работает или не так? Истинно мы принимаем, мы ее растворяем и мы ее являем. Вы понимаете, друзья, о чем значит или что означают слова, слушайте внимательно, когда говорят, я не хочу иметь ничего общего с христианами. О чем они говорят, кто мне скажет? Истину не видят. И поэтому это печалит сердце Бога, друзья. Я не говорю, что мы должны быть правильными. Послушайте, нет идеальных людей. И я сразу хочу успокоить каждого из вас и ответить на вопрос. Мы никогда не станем идеальными. И вы знаете, от нас никто не ждет идеальности, ведь если честно. Знаете, что от нас ждут? От нас ждут, внимание, примера. А когда мы неправильно поступаем, от нас ждут извинения. Признание своего греха. Вот и все. Никто не ждет идеальности, друзья. Ну никто не ждет, вы понимаете? Вот проблема наша. Кто заметил? На Западе бывает такое. Политика где-то заметили, там в какой-то, ну в Халепе, знаете, заметили. Политик на следующий день выходит и объявляет, друзья, я ухожу с должности. Слышали такое? У нас политика заметили, не в Халепе. Дальше. Глубже заметили. Он выходит и говорит, а это не я на видео. Это фейк. И это мое личное дело. И ты сидишь и говоришь, ах так? Без проблем. Зачем вы сбили пешехода? Это не я. Так на фото есть вы. Это не я. Так это ваша машина? Не моя. Я не был за рулем. Знаете, вот эта вот тема? А кто был? Мы зашли, вы один сидели. Не знаю. Инопланетяне. Так в машине никого не было и пахнет алкоголем. Серьезно? Не я. А кто? Не знаю. Опишите, кто сидел за рулем. Человек такой блондин с черными волосами. И куда он делся? Не знаю. Понимаете, как это подло, правда? Друзья, так это же мы с вами. Зачастую бываем. Вы понимаете еще раз? Истина, она вот, вот, вот она должна быть. И еще раз. Истина, она не ждет, когда кто-то будет первым прав. Истина, она ждет, когда ты будешь поступать так. Чтобы ты мог преображаться. Чтобы ты мог меняться. И вот мы доходим до того прекрасного момента. Давайте, давайте откроем вам, откроем. Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Я уже заканчиваю сейчас. Евангелие от Матфея, 8-10. Помните эту историю с римским сотником? Кто помнит? Когда он пришел и говорит, Иисус, пойди ко мне, исцели моего слугу. Ой, точнее, ему говорят, я пойду, Иисус говорит, пойду исцелю. Он говорит, не надо идти, только слово скажи. И вот смотрите, римский сотник говорит ему, не надо идти ко мне. Что отвечает на это Иисус? 8-10. Услышав это, Иисус удивился и сказал, какой мудрый лидер. И сказал идущим, кто шел за ним? Ученики, которых он уже три года учит. И он поворачивается к ним и говорит, идущим за ним, говорит, истинно говорю вам. Во всем Израиле не нашел я такой веры. Что удивило Иисуса, скажите? Что эти все время, что они, эээ, шаг все пропало. А этот человек говорит, не надо даже идти ко мне. Ты просто слово скажи. И все. Вы понимаете, друзья, чего ожидает Иисус? Иисус ожидает, Он хочет благословлять людей, которые живут в меру полного возраста Христа, вне зависимости от того, какие обстоятельства сегодня на дворе. 22-й год или 21-й, неважно. Ну вот Он этого ожидает. Он этого очень сильно ждет. То есть, друзья, пропускайте все теперь через три сита. Я потом сброшу эту проповедь, конспект почитайте. Первое. Что говорит об этом Бог? Не я, но Он. Правда? Что Он говорит об этом? Что Бог говорит об этом? Всегда задавайте вопрос. Знаете, иногда ко мне люди приходят. Панстр, а что если я вот так сделаю? Я говорю, ну а как ты считаешь, Иисус бы так сделал? Нет. Я говорю, ну так и не делай. А что если я Ему дам в лоб, но только так, чтобы никто не видел? Ну ты уверен, что Иисус так поступил бы? Нет. Если нет, ну не надо так делать. Ну это же справедливо. Может быть. Но Он-то не доделал бы так, значит это не так. Второе. Как в свете этой истины должно поступать теперь мне? И пусть Дух Святой, точнее совесть в Духе Святом вам свидетельствует об этом. Научите вашу совесть говорить вам, внимание, не то, что вы хотите, а то, что Бог говорит. Приучите вашу совесть говорить об этом вам. Потому что некоторые приучили свою совесть как дрессированную собачку. Знаете, я иногда смотрю эти ролики. Ну не знаю, может видели вы, да, когда там собака кушает огурец. Ну как бы, ну прикольно, да, согласен. Но собаки огурцы не должны, по-моему, кушать, если я не ошибаюсь. Поверьте, оставьте вашу собаку на два месяца голодной, она и сухую гречку есть начнет. Ну так не должно быть, вы понимаете? То есть наша совесть, она должна говорить нам истину в Духе Святом. Согласны или нет? Потому что если вы ее будете кормить какой-то чушью, то однажды она будет вам свидетельствовать все, что хотите. Знаете, кто видел эти допросы военных, военнопленных у нас? Видели допросы военнопленных? А кто видел потом, что они говорят там, когда возвращаются? Здесь он такой говорит, ой, я вчера смотрел, он, знаете, уже сделали, но я уже не понимаю, как можно сделать. Он в видео разговаривает с женой, в уголку экрана его видео жены, которая реагирует на то, что он говорит. Он ей говорит, меня здесь кормят, говорит, здесь смотри, я с тобой по телефону разговариваю, вот сигареты лежат, все классно, все. Этот же человек показывает, через две недели он говорит, меня там издевались, я жил в подвале, мне было плохо. Кто из вас понимает, что он где-то врет? Ну где-то же, он врет или нет, вы понимаете? И вот вопрос, где он врет? Вот найди, где он врет. Я вам хочу сказать, друзья, у такого человека атрофирована совесть, он где-то врет. Вообще-то, хочу вам сказать честно, я бы с таким человеком никогда не жил, потому что он на самом деле все время врет. Просто иногда его вранье совпадает с тем, чего вы хотите, а иногда оно не совпадает. У кого перехватывает дыхание от такого вранья? Перехватывает, правда же, неприятно как-то, противно. Послушайте, ну вы не поняли, этот человек все время врет, потому что его совесть давно уже умерла. И вот проблема, когда наш внутренний человек не питается правильно совестью, когда его совесть в Духе Святом свидетельствует, когда она ему иногда говорит, ну, короче, и нашим, и вашим за копейку спляшем. И третье, друзья, если мы говорим о любви, то это означает, что я теперь буду делать в свете этой истины, и как это повлияет на мою последующую жизнь. Вы знаете, самая большая проблема заключается у каждого пастора, у всех пасторов одна есть проблема. Мы можем проповедовать миллион классных проповедей. Вот сегодня проповедь, ну, вроде неплохая. Надеюсь, я никого не обидел, правда? А если обидел, ну, это не мои проблемы. Уж простите. Так вот, что хочу сказать, друзья. Я никого не обидел сегодня. Мы умеем проповедовать хорошие проповеди. Но знаете, в чем проблема? Проблема в следующем. Когда проходит три года, ты человеку говоришь, а ты не помнишь ту проповедь? Он говорит, не помню. Я говорю, ты понимаешь, я там как раз говорил, не делай этого. Два часа мы уже не помним. Итак, кульминация, как сказал один брат, феерия. Или феерия всей проповеди, друзья. Что же делать? Какой же есть лайфхак? Помните, я пообещал вам лайфхак? Ну, ты сам виноват. Ты сам такое слово ляпнул, Богдан. Да. Итак, друзья. Лайфхак. Ладно, давайте. Потом еще там есть одно местописание, в конце скажу. С ними все в порядке, не переживайте. Они пиццы переели. Итак, друзья. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Смотрите внимательно теперь на экран. С 11 стиха. И он, о ком идет речь, друзья? О Боге. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, иных учителями. Теперь внимание. К совершению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. И дальше читаем. Смотрите. Там это же местописание. Пока мы все не придем в единство веры и познание Сына Божьего. В мужа совершенного. В меру полного возраста Христова. Для чего Бог ставит пасторов? Чтобы церковь и служителей, и лидеров домашних групп. Чтобы церковь приходила. Чтобы каждый верующий приходил в меру полного возраста Христова. Дальше написано. Дабы мы не были более младенцами во внутреннем человеке. Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков. По хитрому искусству обольщения. Друзья. Единственный способ. И самый надежный способ. Как можно утверждаться во внутреннем человеке. Просто позвольте. Поверьте, что Бог поставил некоторых людей. Знаете, для меня это была революция в моей голове. Потому что я все время, у меня все время была такая дилемма. Если Бог призвал меня к свободе, то я сам знаю, что мне делать. Такой, знаете, церковный анархизм. Но я получил истинную свободу в тот момент, когда я понял, послушай, Бог ставит так же людей, которые помогут мне в этом сделать. Кто-то сказал, а если вдруг он поступит неправильно? Кто их поставил? Бог. Поверьте, он знает, как снять. И он снимает тогда, когда ему это угодно. Бог никогда в жизни, друзья. Вот это внутреннего человека. Ты не можешь его. Давайте я вам прочитаю последнее место из Писания, и вы поймете, почему это так важно. Послание Тимофею. Ой, извините. Первое послание Коринфянам, 4, 16 и 17 стих. Смотрите внимательно теперь, что здесь написано. Посему апостол Павел обращается к верующим. Он говорит, посему, к церквям. Умоляю вас, подражайте, как я. Апостол Павел, читая истину, преломил истину верой и любовью, он являл ее церкви. И он говорит, подражайте мне в этом. И дальше написано, смотрите. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе. Скажите мне, пожалуйста, как Тимофей должен был напомнить о путях Тимофея во Христе? Своей жизнью. Вот и все. Он говорит, смотри на Тимофея. Он такой же, как я. Кто мне скажет теперь, почему верующих так мало в церквях, которые... Потому что мы не хотим слушаться. У меня есть моя точка зрения. Это самое деструктивное мышление, которое только может быть. Поверьте. Потому что истина, если вы чисто логически рассуждать будете, истина одна. Ее не может быть 15, 14, 13. Ее не бывает столько. Она одна. И тот самый момент, когда вы смотрите. Как понять, что вы живете правильно? Посмотрите на своих детей. Как понять, что вы живете правильно? Просто посмотрите на своих детей. По милости Божией, Бог дает нам детей в Господе. Если ты видишь, что твои дети в Господе, они неплохие, успокойся. Твои и дети, которым сегодня 3-4 годика, они вырастут тоже нормальными. Вы знаете, когда я успокоился, я очень переживал, когда моему старшему сыну Илье было 3 года. Очень переживал. Мне всегда очень хотелось иметь классного сына. Сегодня, когда я смотрю на него, ему 21 год, он классный. Вот реально, он классный. Он неплохой. Он очень хороший парень. И знаете, когда я успокоился? Когда я посмотрел, я увидел, что в моей группе, домашней группе, люди растут, возрастают. Они становятся адекватными, они из плохих превращаются в нормальных. И когда я понял, я думаю, у плохих деревьев, хороших плодов не бывает. Я успокоился. Я понял, что мне нужно просто жить. Буду ли я ошибаться? Буду. Да, я буду ошибаться. Но я, ошибаясь, буду показывать своему сыну все равно пример, как нужно каяться, сокрушаться и меняться все равно. Поэтому сегодня я хочу вернуться к теме проповеди. Тема проповеди звучит следующим образом. Живи в меру полного возраста Христова. Я хочу сегодня ободрить каждого из нас с вами. Друзья, давайте мы с вами отбросим в сторону вот эти инсинуации, знаете, где мы в центре и наши эмоции. Уберите их в сторону. Ваши эмоции ничего никому не дадут. Посмотрите на человека, сильно эмоционального человека, у которого низкий рост, но очень большие амбиции. Ну, чуть севернее Украины живет который. У которого кукуху сорвало. Потому что его обидели. Вы понимаете, его обидели. И у него сорвало немного. Давайте мы с вами уйдем в сторону от этого тоже. Чтобы однажды и у нас не сорвало ее. Давайте будем жить в меру полного возраста Христова. Что когда найдутся люди, которые, ну, в чем-то вот они будут неудобными. Чтобы мы могли любить этих людей. Друзья, легко любить тех, кто любит вас. По-настоящему мы любим только тех, кто нас ненавидит. Вот мы способны их любить по-настоящему. Я думаю, что после этой проповеди каждому есть над чем задуматься. Вот почему я сказал, она простая на первый взгляд, но она очень глубокая по своей сути и влиянию своему на жизнь человека. Давайте склоним наши головы и просто помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, мы любим Тебя, благодарим, благословляем и возвеличиваем Тебя. Спасибо Тебе, Отец наш, за то, что каждый день Ты хранишь, Ты оберегаешь нас. Мы доверяемся Тебе, Господь. Мы любим Тебя, превозносим Тебя, Господь. И спасибо Тебе за то, что Ты охраняешь наши жизни. Ты хранишь нас, Господь, в себе во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе честь. Господь, мы просим Тебя также, чтобы Ты растворял нам это слово, Господь, в сердце. Всю эту неделю нашей жизни растворяй свое слово в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Тебе честь, слава и хвала. Аминь. Аминь.